Я уже делал видео о том что делать, если один из наушников-затычек играет громче чем второй. Сейчас поговорим о наушниках-вкладышах, в частности пидорских гейпотс. Проблемы с ними точно такие же. На сеточку, которая есть на этих наушниках, набивается серые салы из твоих ушей, и забивают дырочки в этой самой сетке. Кроме того ты можешь еще уронить куда-нить их в сладкий чай, ну в общем пиздец с этой сеточкой. Наиболее простой способ это ничего не вытаскивать, ничего не отрезать, ничего не выдергивать и не приклеивать. Взять обычную крышечку, ну например от газировки. Налить туда, ну подойдет спирт, но я все-таки рекомендую налить перекиси водорода, потому что она лучше растворяет именно биологическую грязь, то есть ушную серу. Кстати если ты брезгливый как и я, но при этом был вынужден купить БУ телефон с БУ наушниками, то имеет смысл их точно таким же макаром продезинфицировать. Наливаешь где-то до середины крышечки, а затем вот таким макаром боком опускаешь туда эти наушники. Самое главное сделать так, чтобы уровень жидкости не доходил до динамиков внутри. То есть желательно чтобы в спирту или в перекиси были только эти самые сеточки. Оставляешь так минимум на 10 минут, если оставишь на несколько часов, ничего страшного не произойдет. Ну единственное что наверное спирт может растворить клей которыми приклеены эти самые решетки, ну если что заново приклеишь. Если он там конечно есть этот клей. Хотя вроде там клея нет и держится там все на хую. В общем через несколько часов вытаскиваешь это все и со стороны воздуховодов, что есть мочи, так чтоб ебало порвало, продуваешь эти самые наушники чтобы выбить грязь наружу. Операцию нужно повторить и для второго наушника, чтобы они оба были одинаково чистыми и играли с одинаковой кромкостью.